Всем привет! Вы на канале Алена и сегодня мое видео посвящено заказу от компании Фаберлик. Но сразу скажу, что опаздываю я сегодня, потому что, во-первых, было много праздников. Пункт, где я обычно получаю, он, к сожалению, тоже не работал. В общем, получилась тут такая накладочка. Еще прошу прощения у всех своих подписчиков и не могла я вам писать комментарии. Были у меня небольшие проблемы с телефоном. Смотреть я старалась, конечно, не пропускать, но, к сожалению, вот комментариев не писала. Обещаю всем, что буквально сейчас уже начну писать комментарии. У меня отрегулировали, мне мы сделали телефон, поэтому прошу прощения сразу у всех. Ну, давайте вернемся к заказу, потому что, в общем-то, тут он достаточно небольшой. Была хорошая цена для дом Фаберлик, средства для очистки мытья и стекол. Но я уже неоднократно говорила, взяла я себе в запас, потому что, ну, мне нравится он хорошо, без разводов такой, без резкого запаха. Вот. Очень хорошо удаляет все загрязнения. Естественно, антизапотевающий эффект у него, ну, я не знаю, ну, по крайней мере, в ванной его нету, может быть, в квартире и есть, но у меня в квартире, к сожалению или к счастью, не знаю, как сказать, окна не потеют, поэтому проверить я, конечно, это не могу. Но в ванной, куда деваться, у меня ванна небольшая, естественно, зеркала запотевают. Следующая была новинка. Взяла попробовать концентрированное средство для мытья посуды. Аромат красный грифрукт. Что мне понравилось, то, что тоже опять подходит для мытья детской посуды. Здесь, вот видите, нету фруктов. Я все-таки, у меня есть те, которые я беру для мытья фруктов. Честно скажу, когда не сезон, я всегда мою фрукты так более тщательно, потому что я не знаю, где их везут, как их везут. Извините, вот видите, получается, отсвечивает свет. Снимаю уже поздно. Вот люстра моя. Сейчас я... Ну, да, слабый аромат грифрукта, но я уже неоднократно говорила, что люблю Фаберлик за счет того, что у них нету резкого аромата. Давайте быстренько пробежимся. Ну, с домом Фаберлик у меня в этот раз мало. В общем-то, заказ был совсем такой небольшой. Даже по той простой причине, что, честно, некогда было мне. Как-то все быстрее и быстрее. И, в общем-то, заказала только самое необходимое. Влажные салфетки, естественно, для удаления пятен. В этом заказе у меня аж 4 штуки. Я уже неоднократно говорила, что экспресс-помощь просто потрясающая. Особенно те, кто вынужден работать на таких работах, где, знаете, светлые там блузки, там рубашки. И вам всегда нужно поддерживать, чтобы это было чисто. Но, сами понимаете, помимо того, что нам приходится где-то как-то перекусывать, пить кофе, чай, всегда можно посадить какое-то пятно. Но есть еще такая проблема, как шариковые ручки. Вы можете черкнуть спокойно на этой блузочке. Шариковую ручку они тоже очень хорошо удаляют. Мы пробовали. Единственное, что всегда говорю, то есть это экстренная помощь. Если вы там в течение нескольких минут этой салфеткой все вытерли, то да, все будет чисто, все будет безупречно. Если прошло там какой-то долгий промежуток времени, как минимум, я не знаю, полчаса, то, конечно, уже вряд ли. Я заказала себе мисочку. На дачу почитала отзывы. И решила, что тоже возьму такую миску. Очень мне захотелось. Она как бы написана, что это не миска, а салатник. Цена тоже была достаточно хорошая. Мне понравилось то, что она не маленькая. Мне все-таки на даче у нас собираются часто достаточно много народу. И знаете, все-таки нужны покрупнее, как выяснилось, миски. И я вот себе приобрела такую от компании Фаберли. Люблю голубые. Вообще мне нравится такой цвет. Очень она легкая. Попробую, как посмотрю. Если мне понравится, как она в применении, то есть в использовании по объему, то, может быть, куплю и вторую. Давайте смотреть дальше. Что у меня еще? Следующее, что это дезодоранты. Сыну безумно понравился дезодорант. Антиперспирант. Вот это из серии от компании Фаберлик. Он безумно в восторге. Он говорит, что меньше с ним потеет. Просто вот сказал, что берем еще в запас. Так как заказ был в этот раз небольшой, в принципе-то. И поэтому, естественно, взяли еще один. Ему уже в запас. В общем-то, молодежь, кто не пробовал, я так понимаю, что стоит попробовать. Потому что, если учесть, что у меня сын достаточно такой молодой, интенсивный он ходит, он занимается там спортом. И получается, что он говорит, что это единственный дезодорант, который реально помогает. И еще ему нравится то, что не оставляет черных разводов на футболках. Не знаю, как будет дальше, если он пропользуется там, я не знаю, какой-то более долгий промежуток времени. Может быть, и будет. Но пока вот нет. Пока ему это очень нравится. Была хорошая цена. Я взяла два других дезодоранта. Ну, эти уже просто обычные парфюмированные дезодоранты. Ну, не всегда ему нужны как бы антиперспиранты. Можно иногда пользоваться просто дезодорантом. Взяла такой и восьмой элемент тоже на пробу парфюмированный. В общем, если они ему не понравятся, у нас есть папа, который с удовольствием пользуется. Оказалось, что это им почему-то удобнее. Хотя перед этим мы все время заказывали. Кто, в общем-то, меня смотрит, эйвоновские дезодоранты шариковые. Тут они перешли у меня почему-то на аэрозольные. И говорят, что хотим аэрозольные. Ну, опять же, я хочу сказать, что, наверное, из-за того, что другое не пробовали. Да, вот бывает такое, что как бы попробуешь что-то лучшее и понимаешь, что то, чем пользовался ты до этого, не такое хорошее. Заказали у меня две помадки. Сейчас мы с вами посмотрим. Клиентка заказала. Знаете, вот у меня всегда проблема открыть помаду, чтобы не повредить. Вот бывает и хуже, но реже, знаете как. Поэтому как бы хочется мне ее распечатать. Но вот никак она у меня не распечатывается. Она у меня все время почему-то пытается сломаться. Коробочка. Мне не хочется портить коробочку. Поэтому, в общем-то, наверное, просто покажу, что матовая губная помада. Из серии первой леди. Клиентка у меня ее заказывает постоянно, в принципе. Что тут еще сказать. Ну, очень мне хочется. Ну, вот, ну, никак. Она у меня, видите, вот рвется она у меня вот здесь. И мне не хочется ее порвать. Потому что клиентка такая достаточно требовательная. О, открыла. Представляете? И, естественно, она безумно любит. Это вот та помада, которую я вам уже говорила. Она с зеркалом. Ей очень нравится. Она всегда в таком восторге от них. Берет тоже всегда с запасом. Когда заказывает. В этот раз она взяла их опять две. Не может она без них. Она говорит, то, что они придумали сделать вот с зеркалом. Это, говорит, было просто гениально. Настолько это удобно. Настолько ей хорошо. Она наносит ее на губы. Ей очень нравится. Она достаточно стойкая. В общем, она ее так описывает. Иногда, знаете, я смотрю и думаю, наверное, тоже хочу. Но, к сожалению, вот у меня еще есть большое количество запасов косметики. И, честно сказать, немножечко приходится ужаться с деньгами. Поэтому, наверное, пока буду старые запасы. Следующая мини-губка. Взяла сына. Он просил себе в рюкзачок, чтобы она у него была. Иногда ботинки, говорят, приходишь, грязные. Но хотелось бы их как-то привести в порядок. Попросил маленькую мини-губку. Я такую уже брала и неоднократно. У меня есть большие. Они ему очень нравятся. Во-первых, то, что подходит для замши ноутбука. Вот именно то, что ему нужно для обуви. Он очень любит ноутбука, обувь. И замша у него есть, и кроссовки. Поэтому, знаете, как бы... В общем-то, что могу сказать, хорошая вещь. Следующее, что заказала клиентка, это крем, увлажняющий гель для лица. Любит она у меня заказывать парой. Не знаю, с чем это связано. Может быть, есть как бы сестра. Не могу сказать. Такие тонкости я не знаю. И может быть, она берет и себе, и сестре. Но вот она очень часто заказывает сразу почему-то по две вещи. Так, две помады, две эти. Но, с другой стороны, я еще могу понять крем, да? Вот увлажняющий крем. Гель для лица. Я еще могу понять. Но, когда заказываю две одинаковые помады, если это, допустим, не себе, то как-то, честно, я не очень это понимаю. Ну, это, опять, чисто лично мое мнение. Покажу я вам этот крем. Я, честно сказать, не пробовала его. Но я уже сказала, что у меня, в принципе, еще большие запасы, еще от компании Эйвен. И много, в общем-то, у меня был такой момент, мне как-то немного подарили косметики, что-то из шампуни, которые я вообще чей-то никогда не брала. И, получается, сейчас стараюсь израсходовать, потому что некоторые, конечно, вещи, крема, все-таки они будут долго лежать, испортятся. Мне бы, конечно, не хотелось. Поэтому вот этот не брала, но я тоже на него посмотрела. Думаю, я бы, конечно, честно себе бы тоже заказала. И давайте напоследок, как всегда, мне уже многие ругают, что у меня напоследок всегда такие вещи. Напоследок у меня кроссовки. Сейчас мы с вами посмотрим. У меня тоже заказала клиентка. Кроссовки 42-го размера, мужские, вот такие вот, от компании Фаберлик. Они достаточно, ну, как бы мягкие такие. Вообще, мне очень, я вот себе в том году покупала слепоны от компании Фаберлик. Они мне очень понравились. Они были очень удобные. Сидели они очень хорошо. Я их относила, не снимая, знаете, вообще не хотелось их снимать. Вот. Единственный минус, конечно, знаете, мы когда поездили в том году в Таллин, мы совершили такую глупость, промокли. И так как они были тряпочные, я решила, что там были, как это сказать, помимо машинки такой вот, еще были сушильные такие машинки. Я их посушила в этой машинке. И, в общем, я их испортила. Потому что я думаю, что я бы их проносила не один год. Но вот, к сожалению, не надо было мне их сушить в этой машинке. Ну, ладно. Вот такая вот обувь. Не могу ничего сказать про качество, потому что сыну я покупала, он с удовольствием носит. У него другие. Не такие кроссовки тоже от компании Фаберлик. Но вот этот вот 42 размер. Узнаю, когда они какой-то промежуток времени поносят. И последнее, что это бюстгальтер. Дольче Вита, бледно-розовый. Но, в принципе, что я читаю, вы все сами грамотные можете вполне это все прочитать. Значит, давайте его посмотрим. Он мягкий. Его я заказала подруге. Не знаю, подойдет или нет. Я надеюсь, что Оленька придет достаточно рано. У меня из этой же серии немножечко другой сиреневый я себе заказывала. Мне он безумно нравится. Вы знаете, он настолько хорошо сидит. Приятный он такой вот на коже. Он не просвечивает. Хотя, кажется, вот да. Потом он тонкий. Он дышит. В общем, я как бы... В общем, короче, я просто в восторге. Вот заказала ей такой. Не знаю, конечно, подойдет или нет. Надеюсь, что вот она придет в ближайшее время. Померит. Потому что я заказывала на пункт такой, где можно будет, если что, вернуть назад. Ну да, уже у меня многие спрашивали, что да, у Фуберлика можно легко все вернуть, то, что вам не подошло. Единственное, то есть это надо сделать в ближайшие две недели. Две или три недели. Сейчас я не помню. По-моему, две недели. То есть если вы в ближайшие две недели не вернули товар, то, к сожалению, он уже становится ваш. Поэтому те клиенты, которых вот я заказываю, обувь что-то, я специально заказываю на тот пункт выдачи, где проще всего вернуть, если вдруг не подошло. Да, то есть, ну, мало ли, особенно обувь, вы сами видите, что она у меня нередко. Но, по крайней мере, я могу сказать, что вот за все время обувь я еще не вернула ни разу. То есть обувь всегда очень хорошо, очень шикарно все подходит. Ну, на этом мой, как бы, обзор заказа от компании Фаберлик закончен. Вы были на канале Алена. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok